...в такие морозы, еще как заготавливать к строительному сезону лес. На днях они даже собрали сельский сход, чтобы договориться о лесозаготовке с руководством местного железнодорожного лесничества. Диалог получился весьма экспрессивным. Все подробности в репортаже Евгения Ракина. Это уже вторая встреча жителей Серегова с представителями железнодорожного лесничества. Первая прошла в мае 2011-го. Казалось бы, еще тогда все проблемы были решены. Однако, на деле оказалось иначе. Люди с сентября, обратившиеся, не могли получить доступ в лес и заготавливать древесину. Некоторым были отказы прямые. У некоторых затягивались эти дела настолько, что они не знали далее, что делать. То есть вот этот регламент рассмотрения, обращения граждан, также игнорировался лесничеством, Сереговским лесничеством. Много нареканий у сельчан и к работе нового участкового лесничего. Договаривались все. Вот, допустим, сам звонит к нам супруге и говорит, возможно ли так, чтобы в выходные дни. Я с вами скажу. Хорошо, назначаем день. Мы ему перезваниваем. А что, мы не идем сегодня? Вот у меня там такая ситуация, у меня брат приехал. А давайте я на работу так же позвоню, скажу, у меня дядя приехал, тетя. Я не смогу уйти. Заместитель руководителя железнодорожного лесничества Алексей Прохоров заверил, за свою неопытность молодой специалист уже понес наказание. Впредь будет внимательнее и учтивее. И поспешил напомнить Сереговцам о прежних временах, когда выписывать лес можно было только в Йемве. Здесь на месте не было лесничества, не было работников лесничества, когда людям даже за выпиской троп приходилось ездить в Йемве. Недалеко то время, наверное, помните, хорошо это было или плохо, или все-таки лучше, когда лесничество с определенным штатом находится здесь. Настоящие дебаты разгорелись и по выделению делянок. Дрова местные жители вынуждены заготавливать за 8 километров от населенного пункта. Ближайшие кварталы в аренде участников. Дети не стоят, не старухи остаются, беременят. Это очень проблемно, на таком расстоянии есть. Здесь никого берут, нет. Люди имеют лошадок, которые могут хотя бы лошадками выпустить. В ответ представители комитета лесов обещали взять проблему на особый контроль. И впервые в лесозаготовительной практике попробовать изъять из аренды эти участки, чтобы затем закрепить за ними социальный статус. Если квартала социального значения и между населенным пунктом, метель-кварталом, есть еще куски лесфонда, то вполне разумно рассмотреть вопрос о увеличении перечня кварталов на эту территорию, прилегающую непосредственно к населенному пункту. Если в случае серьезного это возможно, то надо пересмотреть такой череп. Итогом встречи заинтересованные стороны остались довольны, хотя своих сомнений местные жители уходя не скрывали и обещали обратиться в прокуратуру, если в феврале лесничество не исправится.